Кто должен отвечать за низкие пенсии украинских пенсионеров? В первую очередь правительство, поскольку основная задача государства, в том числе думать и... Как сказать? У него есть социальная функция. И предыдущее правительство, как бы его ни ругали, да, очень сильно контролировало все макропоказатели. Это и инфляция, это и курс валюты, и в том числе смотрели, чтобы каждый квартал был рост минимальной заработной платы и пенсии. В этом и есть, как бы, результаты работы правительства. Сейчас просто все об этом забыли. Но если вы вспомните, что было 5-7 лет назад, 3 года назад, все ходили по базару, варили борщи, считали продуктовую корзину и смотрели, соответствует ли она прожиточному уровню и минимальной заработной платке. На сегодня это все кануло в лету, да. У нас есть внешний враг. Мы видим, Луценко демонстрирует, да, борьбу с внутренними врагами. У нас постоянно что-то взрывается, кто-то штурмует суды, нас отвлекают от насущного. То есть, если сейчас вернуться к экономическим показателям и анализировать работу правительства, то, наверное, такого худшего правительства в стране не было. И оно отвечает за это, в том числе и тех, кто был в парламенте. Сейчас, конечно, Тимошенко переметнулась в оппозицию, Ляшко, самопомощь. Я могу сказать, это очень прозорливые люди, которые десятки лет находятся в политике. Но то, что сейчас происходит, это результат их работы в 2014 году, когда они были широкой, демократической, самой правильной, патриотической, проукраинской позицией. Да, сейчас они все оппозиционеры, понимая, что этот корабль тонет, и за это придется отвечать. Но они как бы теперь с народом, потому что отвечать не хочется никому.